решил сегодня на ужин сделать макароны по-флотски как раз покажу вам как я их готовлю всем привет добро пожаловать на канал погнали готовить для макарон по флотски в моем рецепте нам понадобится 1 луковица огромный зубчик чеснока 400 грамм макарон спиралек и 560 грамм тушенки то есть у меня две банки будет свиной тушенки одна с луком другая с чесноком тут такой рецепт что вы можете брать как бы любую тушенку на ваш вкус на вашу ну по возможности какая у вас есть потому что в этом рецепте в принципе что главное это макароны и мясо в качестве мяса это может быть либо там свиной говяжий фарш либо тушенка если будете использовать фарш что это уже что-то около советского болоньеза только без соуса в принципе обычное блюдо простое его может приготовить каждый ингредиенты тоже можно достать где угодно и на любой вкус и цвет как бы подобрать для себя либо вы хотите с фаршем сделать либо с тушенкой с тушенкой мне кажется это самый обычный вариант потому что тушенка она как правило мясная всегда вкусная но если хорошая тушенка и не самая дешевая ну и плюс она готовится только разогрел и все с фаршем если будете делать то его надо будет хорошенько прожарить до готовности а затем уже смешивать с макаронами по приготовлению в принципе ничего сложного мы берем луковицу нарезаем ее мелким кубиком воду ставим на макароны она у меня уже почти закипела макароны будем варить четко по инструкции сказанной на упаковке у меня это 78 минут вот 7 минут будет вполне достаточно то есть мы их сильно переваривать не будем поэтому нарезаем лук так лучок нарезали берем маслечко растительное добавляем немного на сковородку и нагреваем его ставим на небольшую температуру нам надо будет сейчас обжарить до золотистого цвета лучок затем будем добавлять уже тушенку а воду я налил тоже маслечко и буду сейчас варить макарохи первое упоминание вообще этого блюда было где-то в 1915 году а рецепт полностью сформировался в 1950 и в пятьдесят пятом уже был опубликован в кулинарной книге которая называлась кулинария это блюдо родом советского союза его готовили на флоте и в дальнейшем уже использовали для армии то есть в полевых условиях его очень просто приготовить по сути как и на флоте у тебя минимальное количество ингредиентов которые тебе надо попросту как бы смешать вместе у тебя получится мясное сытное нажористое блюдо правильно то есть и тем самым и новому получила большую популярность большой спрос потому что и мясо есть и готовится как бы не сложно и ингредиентов мало и по цене тоже тут ну что разве что купить дорогую тушенку либо кусок мяса хорошего перемолоть его на фарш масло разогрелось добавляю лук обжариваться и нарублю чеснок буду его давить и нарежу мелко-мелко добавлять я его буду после того как тушенка уже разойдется с маслом вот сейчас на данном этапе на при обжаривании лука главное не переборщить потому что ну вы сами понимаете в тушенке большое количество жира бульона чтобы оно было не сильно такое маслянистое жирное поэтому на начальном этапе лучше его не перелить добавили чуть-чуть смотрите если она допустим не хватает мало добавляйте еще немного по чесноку в принципе вы можете тоже смотреть на свой вкус здесь я думаю будет ну хороших ну порции 45 где-то прям таких сытных мощных понимаю что многие скажут то я там банку тушенки за прием пищи съедаю для меня это мало да но вы можете хоть 10 банок съедать за прием пищи это не говорит о том что в этом блюде необходимо добавить одно мясо либо одну тушенку и чуть-чуть макарон нет то блюдо не об этом это блюдо об экономии и вкусе который можно получить с малого количества ингредиентов поэтому здесь по пропорциям все просчитано так чтобы вы и миска покушали и насытились и получили удовольствие от блюда так закидываю макарохи и засекаю 7 минут с добавлю еще немножко масла главное не забывайте помешивать макарохи чтобы они не слиплись и и не стали одним цельным комком лучок подрумянился теперь открываем тушенку тушеночка хорошая мясистая и буду ее сейчас оттуда доставать все с жирком с бульончиком полностью все должно попасть на сковородку отлично теперь разминаем и она должна полностью разойтись хорошенько разойтись чтобы когда мы это все дело вместе смешаем с макарохами она все равномерно распределилась и было на каждой макаронинки по кусочку мяса по кусочку лучка это все пропитается бульоном жирком неймоверно просто безумие безумие друзья вам хочу сказать не забывайте подписываться на канал ставьте пальцы вверх и пишите ваше мнение в комментариях это все меня очень сильно мотивирует дает большой стимул снимать все больше и больше рецептов судовых влогов разных обзоров рубрику наедалово пишите обязательно ваше мнение подписывайтесь и еще раз ставьте лайки а тем кто это уже сделал огромное спасибо идем вместе к 200 тысячам давайте друзья смотрите она хорошенько так расходятся отличненько так кусочки мяса поэтому мы ее так вот разминаем макароны тоже почти подошли здесь сейчас добавлю немного огня теперь добавляю чеснок макароны снимаю мясо пробую на соль перец до заправляю и буду смешивать буквально немного перчика и теперь делаем смотрите что выключаю плиты перемешиваю макарохи и пересыпаю это все дело к ним посмотрите вот такая вот красота сейчас покажу вам получилось с бульончиком с жирком лучок чесночок перчик и это все туда ну как это может быть невкусно скажите вот это точно просто быстро и вкусно так теперь перемешиваю все сейчас буквально пять минут она должна постоять она впитает весь бульон весь жирок и дойду до полной готовности плюс еще пропитаются бульоном это будет просто безумно просто отвал башки теперь мы перекладываем берем тарелку смотрите какая красота просто насыпаем и наслаждаемся обалденная тушенка очень вкусная хорошо заправлена получилось прям чесночка как я люблю это бомба это бомба по такому рецепту еще готова мой дедушка каждый должен приготовить и попробовать это а с вами был руслан готовьте со вкусом и до встречи в новом видео